Жители улицы Верхняя Дуброва рискуют провалиться под землю. Прямо посреди тротуара возле 29-го дома сломана крышка люка. Причем асфальт на тротуаре в идеальном состоянии. Именно поэтому любители двухколесного транспорта, не жалея сил, разгоняются с горки. И от несчастного случая их спасает только скорость реакции. Хотя ночью дыру посреди тротуара распознать очень сложно. Машины у меня нет. Езжу на самокате, в частности, за продуктами по вечерам. И недели три назад как раз ехал по обычной дороге своей любимой. И чуть не улетел в люк, потому что здесь освещения нет, фонарей нет. Вблизи опасной зоны расположены три детских садика и школа. Молодые мамочки уже боятся отпускать своих детей в одиночку. Яма на тротуаре пугает всерьез. У меня есть дети, мы часто гуляем по этой дороге. Мы практически каждый день ходим из садика возвращаемся. Сыну 6 лет, он гоняет на самокате. Я уже за ним так слежу, ну не особо бдительно, потому что он самостоятельный, может далеко уезжать. И когда вот такие вот ситуации на дорогах, ну здесь реально глаз и глаз. Вот что мы сделали с самого начала. Местные жители вставляют в дыру ветки, обматывают красной лентой, чтобы защитить прохожих от травм. Попытались и специалистов вызвать. Первым делом оповестили Владимир Водоканал. Дырка вначале была не такая большая, просто был такой фрагмент у люка. Потом эта дырка стала больше. И мы обратились три недели назад, позвонили в диспетчерскую Горводоканала. Оттуда люди приехали сразу же, надо им должны отдать. Прямо буквально через 2-3 часа. Сказали, что этот люк к ним не относится, это не их сети. И уехали. В зависимости от своего предназначения, люки обслуживают разные организации. Мы выяснили, что люк на этом тротуаре принадлежит интернет-провайдеру. Сейчас компания уже огородила опасное место и ведет поиски уникальной крышки именно для этого колодца. Была утеряна крышка от нашего люка. И наш люк был закрыт крышкой с буковкой «К». То есть это канализация Водоканала. Сейчас мы находимся в поисках нужной крышки, нужного диаметра. На данный момент все огорожено для того, чтобы никто не пострадал. Кроме открытых колодцев на тротуарах, владимирцы сталкиваются с опасными люками на проезжей части. Кирилл Русалев, хоть и начинающий водитель, но ездит по городским дорогам осторожно. Ведь стоимость его БМВ почти полтора миллиона рублей. Но аккуратная езда не спасла Кирилла от ДТП на Добросельской. Ехал порядка 40 км в час, было вечером. Не увидел люк в пуклой. Он был не открытый, он был углубленный. То есть ГИБД, я говорю, на 8 сантиметров. Я думал, где-то сантиметров 10-15, там было углубление. Громкий хлопок, машину повело влево. И остановился, выхожу, смотрю пополам диск. Иномарка влетела в яму, образовавшуюся вокруг люка на дороге. Госавтоинспекторы замерили яму и выяснили, что она не соответствует нормативам почти в два раза. От удара литые диски на двух колесах буквально разлетелись в дребезги. Со слов адвоката, водитель в этом ДТП не виновен. А раз правила он не нарушил, значит оплатить ремонт машины должны те, по чьей вине возник источник опасности на проезжей части. На данный момент мы выяснили, что отвечает за данный участок ямы с люком организация Т-Плюс. Мы направили им претензию. На данный момент, если они добровольно не урегулируют и не погасят ущерб, мы будем вынуждены обратиться в суд. Компании Т-Плюс во Владимире принадлежит больше трех тысяч тепловых камер с люками. И каждую ежемесячно должны осматривать специалисты. Со слов представителя компании, люк на Добросельской просто исчез из внимания инженеров еще в 90-х годах. Работы по производству именно конкретного люка производились в начале 90-х годов. А по исполнительной документации он у нас вообще не числится. Мы путем, скажем так, анализа, осмотра выяснили, что он находится в эксплуатационной ответственности нашей организации. Соответственно, будет судебное разбирательство и будем принимать все меры для того, чтобы в дальнейшем таких инцидентов нет. Остается добавить, что если вы или ваши близкие обнаружили сломанный люк на Владимирских дорогах, лучше сразу предупредить об этом городскую диспетчерскую службу по телефону, указанному на экране. Григорий Кошкин, Руслан Павлухин, 6 канал.